В ближайшее время президент Турции хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Эрдоган также раскрыл, что он планирует сказать Путину во время встречи. «Я намерен сказать ему, теперь ты должен быть архитектором следующего шага, который делается для мира. Мы должны стремиться к этому. Решение конфликта через поощрение — достойный выход», — сказал президент Турции. О возможной дате встречи не сообщается. Турция пытается выступить посредником между Россией и Украиной перед лицом полномасштабного российского вторжения с целью достижения мира. Россия и Украина приближают свои позиции по второстепенным вопросам к переговорам, но фактически топчутся на месте по наиболее важным вопросам политики. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации, глава делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский. Он сказал, что переговоры продолжались всю неделю в формате видеоконференции и состоятся 26 марта. Вот предполагаемые моменты, по которым стороны, возможно, дошли понимания. Отказ Украины от вступления в НАТО, предоставление официального статуса русскому языку, демилитаризация, в смысле отказа от применения наступательных вооружений, вопросы коллективной безопасности. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова турецкого президента. Кстати, Владимир Путин лично одобрил участие Романа Абрамовича в российско-украинских мирных переговорах, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом. Прямое благословение Путина указывает на одобрение Абрамовичем на высшем уровне начала переговоров о перемирии между Киевом и Москвой в конце февраля. И противоречит давним утверждениям олигарха о том, что он не близок к российскому президенту. С тех пор обе стороны начали обсуждать временный план прекращения российского вторжения в Украину, хотя Украина и ее западные союзники опасаются, что Москва может использовать переговоры как уловку, чтобы выиграть время для своих войск, чтобы обустроиться, реорганизоваться и начать новое наземное наступление. Два человека, знакомые с этим вопросом, сказали, что Путин выразил свое одобрение после того, как Абрамович призвал Кремль сыграть посредническую роль. «Это действительно имеет самый высокий уровень одобрения с обеих сторон», — сказал один из людей. Другой добавил, для него это большой риск, но он сказал, «Я хочу кое-что сделать, Путин непредсказуем и может разозлиться. Это всегда очень рискованно, и это привлекает много внимания, что опасно».